Воскресный праздничный днём Иисус это исцелил двух слепых и изгнал беса из человека, который был одержим бесами и был немым 9 глава Ивангелия от Матвея, она многого рассказывает нам о тех чудесах, которые сотворил Господь наш Иисус Христос И очень поучительных для нас И первое чудо, о котором говорится в 9 главе, как мы с вами знаем Хорошо об этом событии, когда Господь находился в горнице и много людей было, зайти нельзя было А хотели помочь знакомые или друзья, или ближние Человеку расслабленному, парализованному, помните, разобрали крышу, опустили носилки к ногам Иисуса И Господь исцелил этого человека Но прежде этого Он сказал этому человеку, который лежал перед ним на носилках Парализованный, прощается тебе грехи твои И мы помним с вами, что фарисеи и книжники, которые там находились, сразу возмутились Кто может так дерзновенно говорить, ведь простить грехи может быть только Бог Это необходимо было, вот это событие, что произошло Потому что Господь, помните, как сказал, что разве не легче сказать Прощается тебе грехи твои, ну кто может проверить, простились грехи или нет А вот я сейчас скажу ему, и он сказал, встань, возьми одр свой и иди И он пошел, этот человек расслабленный Здесь Господь показал нам очень важный момент Что он не только как бы владычествует над нашим физическим телом Но также и над душой нашей Он может простить грехи наши, то есть исцелить нашу душу Так же, как он исцеляет и тело Ну и дальше события развивались таким образом, что прибежал к нему и пал к ногам Начальник синагоги и просил прийти Господа к нему домой Потому что его дочка умирает, тяжело больная И как мы с вами помним, что Господь сказал хорошо И пошел уже к этому начальнику синагоги И здесь опять же нас восхищает подвиг этого человека Потому что уже же фарисеи и другие начальники синагоги И первосвященники, книжники искали, каким образом обличить Господа Иисуса Христа Каким образом его схватить, в общем-то, изолировать людей Вот Господь Иисус Христос идет к этому начальнику синагоги В это время женщина касается его одежды, рис его Уверенная в том, что если она коснется, то исцелится от страшной болезни И проистечение много лет она страдала от этого И у нее все получилось по ее вере И мы видим, что Господь не только не поругал ее, когда Он спросил, кто дотронулся до меня А даже сказал, дерзай, червь, вера твоя спасла тебя То есть это обращение ко всем нам с вами Родные мои, в любых обстоятельствах мы должны иметь дерзновение И обращаться ко Господу, в любых обстоятельствах, как бы плохо ни было Как бы нам ни казалось, что Он не слышит нас Мы должны дерзновенно идти к Нему и просить у Него помощи Ну а дальше, вы знаете, что Господь пришел в дом начальника синагоги А там уже все плакали, потому что девочка умерла И когда Господь пришел и сжалился над ними Ведь они рыдали, плакали, это трагедия в доме была Он пожалел их и сказал, что не плачьте, потому что девочка не умерла, она спит И они плакали и все-таки начали смеяться, смехаться над Ним даже Что такую глупость Он говорит, девочка очевидно умерла Ну и мы с вами знаем, Он воскресил дочь начальника синагоги И ликование огромное было у людей И слух тут же прошелся по окрестностям И они во множестве, люди стали собираться к этому дому Чтобы увидеть, что такое чудо произошло И чтобы быть свидетелями того, что произошло Ну и Господь Иисус Христос вместе со своими учениками Как сказано в Евангелии, пошел в дом свой То есть там, где они остановились Они вышли, а в это время к ним примкнули два слепых человека Которых мы сегодня с вами слышали в Евангелии Эти два слепых человека стали кричать настойчиво Иисус, сын Давидов, помилуй нас Иисус, сын Давидов, помилуй нас А Господь никак не реагировал, молчал До тех пор, пока они не пришли в этот дом, где они останавливались Это было все в окрестностях Капернаума И когда они зашли в горницу, вот там Господь у них спросил А вы вообще верите, что я могу это сотворить с вами То есть сделать вас зрячими Они сказали ей, Господи, веруй Вот тогда Он дотронулся до их глаз И они прозрели И Господь сказал По вере вашей да будет вам Здесь важный момент Почему Господь сразу же не пошел навстречу этим слепым И сразу же не исцелил их Вот только вышли из дома начальника синагоги Можно было исцелить их А Он этого не сделал Святые отцы прямо говорят Испытание веры этих людей Ведь маловерные люди могли бы таким образом реагировать Ну, учитель никак не реагирует на наши просьбы Ну, ладно, не будем приставать Может, мы недостойны И ушли бы Здесь же, опять же, я повторюсь Те слова, которые Он сказал Женщины кровоточивые Дерзай, чай Дерзай, то есть постоянно обращайся Ищите, и только тогда обрячите Только да Просите И тогда вам ответят Так Господь говорил Так Господь нас учил И мы так должны с вами поступать И они пришли в эту горницу И, в общем-то, Господь их исцелил И мы видим вот Как бы начатки этой веры в том Что они обращались к Иисусу Христу Удивительным образом Прости нас Иисус, Сын Давидов Сын Давидов То есть они четко, совершенно Уже говорили о родословной Мессии Это во-первых Во-вторых, само обращение Помилуй Помилуй Иудеи в молитвах Как и мы сейчас Обращаемся к Господу Богу С словами Помилуй То есть это обращение Как к Господу Богу То есть они уже воспринимали Сына человеческого Иисуса из Назарета Как Сына Божия Мессию Христа А когда Он их спросил Могу ли я это сделать Как вы считаете Они прямо Его исповедовали Господом Ей Господи Так сказали эти два слепых человека Ну и другой момент А почему Господь так поступил? Ведь Он закончил разговор С этими слепыми словами Идите Но никому не рассказывайте О том, что с вами случилось А ведь, дорогие братья и сестры Вот если представить себе Что Господь вот только что Воскресил девочку Собралась огромная толпа людей Все ликуют И вот подходит два слепых Представьте себе И Господь прямо на их глазах Исцеляет этих двух слепых Какое ликование Какой восторг был бы Согласны или нет? Он же уходит Ушел, пока в комнату не удалились Как бы и не Не изолировали себя От глаз других людей Только ближние ученики были Господа Почему так? А именно потому, что Господь пришел на эту землю Совсем для другого Не для того, чтобы восторгать Люди восторгались чудесами Которые Он делает А для того, чтобы Люди слышали Его Живительное Слово Благую весть Его Благую весть Его О спасении Вот для чего Господь пришел Иначе, если бы Он Сделал вот так, как Я только что говорил То есть сразу же Истерил бы слепых Ну, тогда бы люди Пошли за Господом Не слово слушать А Свои мирские дела Утрясать В принципе, то, что И Хотели Иудеи Когда ждали Мессию Царя Иудейского Который Действительно, Царствие Небесное Сделает их Земную жизнь Их Царство Мощным Сделает Мы с вами понимаем Дорогие братья и сестры Что Придет Тот Который Будет делать Совершенно по-иному Вот Кто будет Хотеть, чтобы Все видели Какие чудеса Он творит Какие знамения Великие С неба Будет Он делать Кто Да Антихрист Мы с вами Прекрасно понимаем Вот Он Действительно Будет творить Великие знамения Как сказано И чудеса творить И исцелять людей И там будет Конечно Пресса присутствовать Прямая Трасляция Телевидения На весь мир Будет Конечно же Естественно Потому что Нужно возвеличивать Себя А не то Что Как Господь Бог послал Сына Своего Единородного В таком Смиренном Совершенно Уничиженном Виде Только для того Чтобы люди Не воспринимали То есть Чтобы не было На людей Давления извне Вот Авторитетом Ли Властью Богатством Ли А вот Совершенно Уничиженной Семье В бедной Родился Сын Божий Вот Человечился Сын Божий Именно в этой Бедной семье Для того Чтобы люди Воспринимали Именно Только лишь Слово Его Они Потребительски Относились К Нему И мы знаем Что Это Достиг Этого Господь Вспомним Пять тысяч Человек В нас Эти Помните Семь тысяч То есть Пять тысяч И семь тысяч Человек А там Это Только Мужчины Там были Женщины И дети Которые Слушали Господа И смотрите Они Слушали Господа То есть Питались Напитывались Вот этой Живительной Влагой Живой Водой Которую Он Принес К ним Изливалась Им Живая Вода Спасительная Которая Ведет Царствие Небесное В Его Слове Благой Вести Его Даже Забыли Что им Кушать Надо Пока Уже Сами Апостолы Не пришли К Христу И не сказали Господи Да ты Отпусти В ближайший Город Чтобы купили Себе Покушать Они же Целый День Голодные Они Голодные Были А там И женщины И дети Были То есть Люди Именно Впитывали Слово А он Как Любящий Естественно Когда он Их Потому что он Любящий И он Жалеет Людей И жалел Людей Тогда Ну и мы Помним С вами Что Затем Когда Уже Слепые Выходили Из этой Горницы Где Находился Господь Их Христос Привели Вот этого Бесноватого Человека Немого Господь Ничего Не спросил У Бесноватого Веруешь Ли ты Или так Далее Потому что Мы с вами Прекрасно Понимаем Что это Бесполезно Сколько Раз мы видели Здесь у нас Людей Которые Ни с того Ни с сего Начинали Страшным Голосом Хриплым То есть Женщина Диким Каким-то Голосом Начинает Кричать Тут И так Далее Мы Понимаем Что Человек Овладеет Лукавый И В этом Большая Проблема И Помните Как при Обычных Святыне Подводят Этих Держимых Бесами Под руки Насильно Потому что Они бьются Потому что Дьявол не может Быть В святом месте Как в храме Божьем Вот в храме Божьем Ведь Человек Одержимый Часто бывает Даже не знает Об этом Пока в храм Не придет А вот тут Уже получается Тот кто В нем Он не может Находиться Так же как И в чаше Приходится держать Насильно Поэтому Поверь Этих людей Которые привели Вот этого Бесноватого Немого Господь его Конечно истерил И знал Беса И все Не ковари Как сказано В сегодняшнем Евангелии Кроме Кроме тех Которые Уже давным-давно Его ненавидели По своей Зависти И только лишь По зависти Потому что Родные мои Мы с вами понимаем Тысячи людей И тысячи людей Собираются Послушать Господа Иисуса Христа Да Это значит Что меньше и меньше Людей ходят И слушают Фарисеев Там Первосвященников Священников В Иерусалимском храме Все идут туда Совсем другое место И это задевает Потому что Вот эти основы Их бытия Такого Размеренного Уже Непоколебимого Может быть Им казалось бы И вдруг На тебе Получается Что все рушится И вот здесь Зависть Из-за того Что люди ходят К нему Именно А не к ним Вот конечно Она возобладала И мы должны помнить Слова Которые Дмитрий Ростовский Сказал Об этом страшном Грехе Зависти Он сказал Что зависть Это черь Дочь Дьявола Дочь Дьявола Родные мои Это страшно То есть Кто сочетался С этой дочерью Дьявола Тот В том возникает Злоба А которая уже Ведет Конечно Человека К погибели Почему зависть Возникает Мы с вами Прекрасно понимаем Основа ее Это все-таки Гордыня Гордыня Человек Возвеличивает себя И Мы с вами Должны понимать Что зависть Не возникает Какому-то человеку Который далеко Где-то живет В соседнем дворе Человек приехал На какой-то Шикарной машине Кого-нибудь Трогает Это Ну не очень Трогает А вот если Сосед По этажу Приехал Вот этот Трогает Сильно Конечно Там послабее Трогает Ну да Но вот Здесь конечно Самый ближний Конечно Тут Почему не я Почему он И человек Не мобилизируется Чтобы Достичь какой-то Цели Там ту же машину Купить А он Начинает Завидовать Проклинать И тому подобное Давайте вспомним Первое убийство Первую кровь на земле Ну кто кого убил Брат брата Каин убил Авеля За что убил Потому что Господь Бог принял У праведника Авеля Жертву его А у этого Не принял жертву Так вместо того Чтобы подумать Как исправиться Чтобы Господь Бог Принял эту жертву Он взял Убил брата своего И что Жертву-то все равно Не принималось Господом Богом Цель-то не достигнута Но вот Зависть Ненависть Которая переросла Зависть В злобу Вот видите Она переросла В другой страшный грех Убийство Поэтому будем внимательны Дорогие братья и сестры И запомним Что сегодня Мы с вами говорили о том Что Господь Бог Властвует И над нашим телом Физическим И над нашей душой Может прощать грехи Мы знаем Что может Он властвует И над смертью родным И он воскрешает людей Он Действительно Является тем Кто сотворил Небо и землю Видимый и невидимый мир И именно поэтому Мы К нему прибегаем В наших молитвах Неустанно И если он Замедляет помощь нам Ни в коем разе В уныние Не впадает И ни в коем случае Не озлобляемся На него Потому что он знает Что для нас полезно Действительно ли быть здоровым Или нет Потому что Когда гром гремит То мы что Начинаем делать Креститься И вспоминаем Что Бог есть А вот если Гром Перестал греметь Мы вылечились И тогда что Земные хлопоты наши Совершенно наши Отдаляют От Господа Бога Поэтому Берем пример С того же апостола Павла Это же избранный сосуд Который столько Сделал Для церкви Христовой Избранный Уготованный Господом Богом Но он терпел Боли Какие-то физические Помните Он говорил Сколько я просил Господа Бога Да Чтоб он эту язву Убрал у меня А он Господь ему говорил Хватит тебе благодати Моей А то если Я у тебя уберу Язвочку твою Ну так неизвестно Как ты там Успокоившись Поэтому Когда у нас Получается так Что Мы терпим боль Она уходит Ну Слава тебе Господи А если мы Терпим боль Постоянно Слава тебе Господи Ты печешься Обо мне Потому что Я действительно Тогда Ну не Куда-то там Как шарик Не взлетаю наверх Или наоборот Не отхожу От церкви Божьей Потому что Понимаю Что все в твоих руках Вот такие мысли Мы должны с вами Иметь В себе Родные мои И полностью Уповать на Господа Бога На его помощь Потому что Только он один Владычествует И телом нашей И душой нашей В общем-то И жизнью нашей На земле Спаси и сохраним вас Господи Дорогие Братья и сестры С воскресным Праздничным Днем Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова